Приветствую вас. Депрессия – это состояние, обусловленное определенными ассоциациями, связанными с временем года. У вас когда-то весной произошло что-то значимое для вас, очень яркое, но, возможно, не совсем приятное. То есть, негативное что-то было. И вы запомнили это на эмоциональном уровне. Запомнили. И теперь каждый раз, когда весна приходит, вы чувствуете эту самую депрессию. То есть, необъяснимую грусть. На самом деле, в этой ситуации очень вам помогло бы разбор того, с какого момента, с какого промежутка времени у вас возникают подобные чувства. Может быть, вы тоскуете почему-то, может быть, о чем-то сожалеете, может быть, о чем-то переживаете, вспоминаете и так далее. Но, так или иначе, это не настоящие переживания. То есть, не связанные с реальными событиями в вашей настоящей жизни. И не связанные с самой весной, как наковой. Это память. Память вас не надо. И необходимо вам, выявив вот этот вот момент, в котором началось подобное переживание, его как следует проработать. То есть, тогда, когда оно у вас было, вы были на одну этапе развития. Сейчас, соответственно, на другом, вы староопытнее, мудрее, более развелись, как личность. И вот, с высоты вашего настоящего знания, теперь нужно взглянуть на события тогда, которые были, и найти, значит, в них ответы на вопросы, которые у вас есть. Потому что, по сути дела, депрессия, как и любое негативное переживание, есть симптом вследствие неразрешенности ситуации. То есть, была какая-то ситуация, но она не разрешилась, она осталась незавершенной. И для этого вы чувствуете грусти, с привязкой к определенному времени году. Значит, нужно, в первую очередь, понять, что это за переживание, какие были события в вашей жизни тогда. Далее, конкретно, предметно, эти события заново воссоздать и понять вашу роль в них и завершить то, что вас волнует. Разрешить это. Если вы не сможете сделать это самостоятельно, то можно на эту тему поработать. Я думаю, что довольно скоро вы увидите результат. Но, правда, результат будет постепенный. То есть, важно убрать внутреннюю причину. Это, конечно. Но привычка дольше играет большую роль. Вы ведь привыкли жить определенным образом. Именно весной. Привыкли грустить. Именно весной. И потому, даже если внутренняя причина уйдет, грустить вы все равно будете. На этот раз уже без причин. И вот беспричинная грусть, то есть грусть, грусть по инерству и по памяти, решается так, как указал вам мой коллега. Именно его рекомендации здесь наиболее уместны. Добавлю только то, что вам необходимо уставать. Чтобы вот вы свой дневной график строили с таким расчетом, чтобы вас свободного времени не было вообще. И тогда, со временем, не сразу, конечно, но постепенно, вы перестанете в параде депрессии. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если вам понравился мой рвет, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго.